Власть, она никогда своего не упускала, но наша власть всегда брала больше, чем вообще можно было даже себе представить. Возвратим доверие к правоохранительным органам, чтобы действительно люди работали достойно, которые бы не думали, как и где с кого содрать, а думали о работе, при этом знали, что они и их семьи защищены социально. Все кричат о народе, все кричат о европейских стандартах, но никто из них никогда не пытался даже вводить в Украине эти стандарты. Давайте вместе, дружно, без мордобоя между собой объединяться, разрабатывать планы, создавать новые общественные организации. Сейчас Майдан дал возможность именно делать это. Зачем проявлять агрессию? Подумайте. Просто эмоции эмоциями. Ну сядьте дома, посидите, выпейте чайку, помолчите, успокойтесь. И, как говорится, на холодную голову подумайте. И вы поймете, что не надо друг друга бутсать. Как есть старая мудрость, господа ругаются, а у холопа в чубы летят. Вот что делают сейчас и с вами, по разным сторонам баррикад, разной стороне Майдана. Объединяться надо. Надо помогать и той же милиции, и армии, да всем. Но для этого нужно создавать открытые информационные поля, чтобы доступ был возможен к всему, чему угодно. Но какой может быть конфиденциальная информация любого чиновника? Он публичный человек. Почему ни один чиновник не декларирует то, что у него есть? У нас получается, что по декларациям они все бедные и нищие, а попадают в десятку рейтинга журнала Forbes. Откуда они берут? И если у человека честно заработанное имущество, пусть он имеет хоть замки и дворцы. К нему будет с уважением относиться. Но оно должно быть открыто, и люди знать о том, что это он заработал. Это его труд, его голова, а не его положение. И в результате чинопочитания и лесоблюдства к нему натаскали и взятки для решения вопросов, и все остальное. Как мне кажется, не надо бить друг другу морду. Давайте пройдем этап войны. Начнем вместе думать, решать, создавать организации, те, которые будут работать на благо Украины. На благо каждого города, каждого села. И строить бюджет тоже. И налоговое законодательство надо менять. Это, правда, вопрос экономистов. Я всего лишь юрист. Но, тем не менее, мне кажется, что можно ограничиться более прозрачными системами налогообложениями. И бюджет, опять-таки, государство формировать не сверху вниз, а снизу вверх. Каждая область, каждый сельский район знает приблизительно, сколько... Не то, что он получает, а установить определенный процент от прибыли на этой территории. И отчисления идут вверх. Поэтапно и все. И тогда не будет вопроса, почему в том селе или в этом селе. Нет больницы. В городе почему сокращаются школы, поликлиники укрепляются. Просто давайте вместе предлагать и делать.